Мировые темпы сложились в 3,5%. У нас в два раза меньше, и то, если отнять сырьевой сектор, то фактически во всех базовых отраслях производства или идет спад, или топтание на месте. Главный результат работы этого правительства за прошедший год продолжается усиление отставания нашей страны от темпов развития в мире, что крайне опасно. Мы можем отстать навсегда. Поэтому надо прямо и честно сказать, чтобы выйти на мировые темпы сегодня, нужна иная финансово-экономическая политика. Посмотрим, что сегодня предложат. По крайней мере, тот бюджет, который утвержден на ближайшие годы, свидетельствует об обратном. Для того, чтобы выполнить очередное послание президента, где ставится задача обеспечить выработку ВВП на каждого человека примерно в полтора раза выше, чем она сегодня. А это означает, надо темпы иметь примерно 7-8%. Такие темпы наша страна имела. Перед войной примерно 15%. Перед Великой Отечественной китайцы имели по реформам Дэн Сиапина около 10%. Но чтобы реализовать эту программу, надо уже завтра иметь в бюджете дополнительно 10 триллионов рублей. У нас была встреча неделю назад с премьер-министром и его специалистами. Я спросил, как вы оцениваете послание президента и какие дополнительные нужны резервы. Он сказал, мы посчитали от 7 до 15 триллионов. Ну, я говорю, давайте возьмем хотя бы 10 и сделаем расчет, что нужно для того, чтобы реализовать эту программу. Но еще надо помнить, нам, по сути дела, объявлена война. Постоянный представитель США в ООН, недавно выступая в университете, заявила, Россия никогда не будет нам другом. Мы, когда нужно, будем вести с ней переговоры, а так будем ее постоянно бить и наказывать. Вот это битье и наказывание продолжается уже который месяц подряд под руководством господина Трампа, которого Жириновский желал видеть президентом США. Он скоро, Трамп, догонит Рейгана по своим антирусским, антисоветским высказываниям и нападениям на нашу страну. В воздухе, в принципе, запахло войной. Тогда вы должны ответить еще на один вопрос. Каким образом можно в условиях кризиса и военных вызовов выполнить намеченные программы? Первое. Нужна консолидация общества. Мы не видим никакой консолидации. Главный итог работы правительства – дальнейшее обнищание граждан, которое продолжается 42 месяца подряд. Второе. Надо позаботиться о детях и стариках. Мы четыре раза вносили закон о детях войны. Несмотря на все обещания, он не выполнил. Третье. Надо позаботиться, чтобы люди имели хорошее жилье. Под руководством правительства «Медведево» в последнее время объем ветхого жилья вырос на 12 миллионов квадратных метров. И это жилье нарастает, как снежный ком. Ну и крайне важно все сделать, чтобы было образовано население. Это касается каждой семьи. Госпожа и баба ЕГЭ и дальше гробит наше народное образование. Значит, в консолидации дела не идут. Надо все сделать, чтобы мобилизовать резервы и ресурсы. Каким образом? Ну, прежде всего, давайте потрясем олигархию. За год мы продаем примерно 20 триллионов рублей сырья разного вида. В бюджете ни разу не попадало больше 8. Не хотят брать, зато поддержали почти на 4 триллиона наших олигархов. Обещали, что они эти деньги вложат в производство. Производство попало 4%. Все остальное рассовали по карманам и отправили за кордон. Обещали, помогут с зарплатами, пенсиями и стипендиями. Здесь оказалось, у казны нет реальных ресурсов. И третье, для того, чтобы справиться, надо освоить суперсовременные технологии. Ничего похожего. Даже уникальное учреждение ЖРС Алферова и опыт остался достоянием Ленинграда, Питера, но не пошел по стране. Обещали, что поддержат наши народные предприятия, которые оказались самыми эффективными. Без госдобавок они блестяще работают и огромные деньги поступают от них в нашу казну. В целом, на мой взгляд, это правительство, заявляя о стагнации, вернее, заявляя о стабильности, не ответил на один вопрос. Стабильность чего? Если стабильность развития, для этого надо завтра же иметь 10 триллионов рублей и вложить их в производство, в таланты, в суперпредприятия, народные производства. Если идет речь о стабильности и деградации, то в данном случае она налицо. Если вы возьмете продукцию высокотехнологичную, первые 156 заводов мы строили Китаю. Сегодня Китай в год продает такой продукции на 496 миллиардов долларов. Американцы на 153 в три раза меньше, чем Китай. Мы в 70 раз меньше, чем продает Китай. Хотите вытаскивать страну из кризиса, возьмите в наследство советский опуск, китайскую модернизацию, эффективные преобразования народных предприятий. Тогда можно уверенно смотреть вперед. При том финансо-экономическом курсе, который проводит правительство Медведев в этом составе, ни одну проблему решить невозможно. Редактор субтитров А.Семкин